В нашем нью-йоркском квартале живет бомж-негр. Он раньше глянчил мелочи, а теперь принялся рисовать. Пошел в пункт металлолома и спер старые банки из-под краски, где кое-что оставалось. Бог его знает, откуда он достал кисточку, но потом он начал рисовать на всем, что попадалось под руку, на любом хламе, картонках, бумаге, до любой плоской поверхности. И при этом у него на удивление здорово получалось. Он рисовал пейзажи, разные места нашего района, собак, даже всякую прикольную фантастику. Так, среди бомжей, этот парень был настоящий Микеланджело. Продавал он свои творения за 50 центов или за доллар. На эти деньги покупал пухло и напивался до потери пульса. Ничего не скажешь, настоящий художник. Затем он стал писать портреты. Почему-то они никому не нравились. Я как-то раз говорил об этом с соседкой. От этого разговора ей было совсем не по себе. Она утверждала, что заказала у него портрет. Он был совсем не похож на нее. Вызывало мерзение. Я попросил показать портрет. Он был изумительным. Невероятно правдоподобен. И когда я сказал это, она влепила мне за трещину и велела валить из ее дома. Больше со мной она не разговаривала. Но я все равно так был поражен картиной, что попросил бомжа написать и мой портрет. Он сказал, что это обойдется в 2 баксов. Я заплатил аванса. И он велел прийти за готовым портретом на следующий день. И вот я пришел в то место, где он обычно ошивался и дрожа нетерпения. Но бомжа там не было. Я разозлился и подумал, что он надул меня. Но потом я увидел, что к стене здания прислонена завернутая картина. А на гортке написано мое имя и даже прикреплена записка. Она состояла из одного слова удачи. И сорвало гортку и ужаснусь. Мое лицо было изуродовано, исковеркано, болезненно искажено так, что у меня глаза заболели. На портрете я был совершенно точно изображен. При смерти, если даже и не мертвым, мое тело пожирали вороны и черви. Я не услышал, как в зале подошел один из соседей и сказал, «О, классный портрет, надо будет и себе такой заказать». Он произнесся так и будто мимоходом и пошел своей дорогой. Но я успел на него взглянуть. Его тело было деформированным и уродливым. Он шел, искривленный хромающей походкой. И шли вам за ним, тянулись черви, пожравшие его тело. Я оглядел за все, что меня окружало. Люди, дома, предметы. Все выглядело так, как на той картине. От того, что я вижу это постоянно, у меня болят глаза, болят и слезятся. Все безразлично и омерзительно. Все мне говорят, какой у меня прекрасный портрет. И я не могу их отговорить заказать такой же.